Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад вас всех сегодня приветствовать. Меня зовут Андрей Гасан, и я аспирант по направлению социальная психология. И сегодня мы с вами поговорим о том, вообще насколько окружающий нас мир объективен, что такое реальность, с которой мы с вами сталкиваемся каждый день. Ну и я постараюсь объяснить с научных позиций принцип работы социальной системы, то есть как работает и поддерживается этот невообразимый механизм по регулированию общества. Невообразимым я его назвал потому, что действительно это вызывает восхищение, насколько массивно и структурирована и слажена подобная система, позволяющая уживаться, правда не всегда, 7 миллиардам людей друг с другом. Ну и также мы с вами рассмотрим, какое влияние со стороны человека вообще как познается и конструируется окружающий мир, а также рассмотрим влияние, которое оказывает социальная система на человека и человек на социальную систему. Ну что ж, давайте начнем. Вообще человеческое существование, обусловленное лишь биологической структурой, было бы весьма хаотичным и существовало бы на животном уровне. И, соответственно, таким несомненным и фундаментальным признаком, отличающим человека от животного, как биологической особи и единицы вида, является социальность, то есть принадлежность к социуму и человеческому обществу. И возникает первый вопрос, а что вообще такое социум, что такое социальный мир и окружающая нас реальность. Поэтому давайте сейчас попробуем с этим разобраться. На самом деле наша жизнь состоит из множества миров и различных сфер, так называемых, реальностей. Но мы с вами остановимся на самой значимой. В самом центре стоит реальность, стоит внешний или социальный мир, и он предстает перед нами как реальность в повседневной жизни. Для нас эта окружающая повседневная реальность принимается в качестве несомненной, само собой разумеющейся, упорядоченной, целостной, объективной, в которой многие события, явления и вещи уже систематизированы, кажутся нам отдельными и независимыми от нас, и, конечно же, существующие еще до нашего появления на сцене. Ну и действительно, у социального мира существует своя история, существовавшая до рождения индивида и которая будет существовать после его смерти. И поэтому жизнь человека воспринимается как эпизод в объективной истории общества, а социальный мир в качестве такой исторической и объективной фактичности предстает перед человеком как неоспоримый факт. И в этом отношении социальный мир оказывается для нас таким внешним, сохраняющим свою реальность, независимо от того, нравится нам это или нет. В нашей повседневной жизни мы пользуемся языком. Мы с вами находимся в предметном мире и действуем на основе значений и смыслов, которые мы им придаем. Это помогает нам ориентироваться в мире и адекватно в нем взаимодействовать. Поэтому понимание языка существенно для понимания реальности повседневной жизни. Язык служит огромным хранилищем знаний, жизненного опыта, которые можно сохранить во времени. И в результате такого накопления составляется социальный запас знания, доступный нам в повседневной жизни. Ну и кроме того, я знаю, что другие люди разделяют со мной, по крайней мере, часть этого знания, и они тоже знают, что я это знаю. И как бы вот такая общая причастность к доступному нам социальному запасу знаний формирует у всех людей более-менее общее представление этой реальности. Значительная часть социального запаса знаний представляет собой схемы разрешения повседневных проблем и ситуаций. Ну, например, я каждый день пользуюсь телефоном в своих особых практических целях, совершаю различные покупки в магазинах, езжу на общественном транспорте, и вы тоже примерно представляете, куда вы и зачем пришли, и что вам необходимо здесь делать. Ну и, кстати говоря, подобные схемы включают в себя также и определенные модели поведения, то есть такие некие образцы взаимоотношений с другими людьми. Ну, то есть, например, заходя в транспорт, я знаю, что мне нужно заплатить за проезд. То есть, кондуктор тоже это знает, ожидает от меня определенного поведения. И последний пример, кстати говоря, это пример социальных ролей, которая, по сути, и является образцом и ожидаемой модели поведения того, как себя нужно или не нужно вести в определенных ситуациях. Ну, и в реальности мы выполняем не одно большое множество различных социальных ролей, такая некая социальная шизофрения. То есть, мы можем быть враз и мужем, бизнесменом, другом, студентом. Например, сейчас моя социальная роль – это лектор, который здесь стоит, рассказывает какой-либо материал аудитории. И, соответственно, ваша социальная роль – это слушатели. То есть, вы должны здесь сидеть, недоуменно молча меня слушать, и в конце у вас будет возможность задать мне вопросы. Ну, и получается, таким образом совершенно разные люди в сходных условиях взаимодействуют всегда одинаково. И, соответственно, такое взаимодействие людей, оно становится предсказуемым. Многие действия для нас больше не являются источником удивления и потенциальной опасности, а, напротив, повседневная жизнь становится все более рутинной, привычной и обычной. Ну, и знание, оно объективирует этот мир с помощью языка, упорядывая мир в объекты, которые должны восприниматься и, соответственно, воспринимаются в качестве реальности. Ну, и затем круг замыкается, и вновь эта система знания передается следующему поколению. Ну, вот, кстати говоря, есть такой интересный факт. Поскольку это знание социально объективировано как знание, то есть как совокупность общепринятых истин относительно реальности, то любое принципиальное отклонение от социального порядка воспринимается как уход от реальности. И действительно, например, если я прихожу к выводу о том, что мои друзья помешались, то это означает, что они просто-напросто попали в мир, больше не являющийся нашим общим миром повседневной жизни. И такое отклонение, оно может быть представлено также в виде моральной испорченности, умственной болезни или полным невежеством. То есть в повседневной жизни мы вообще оцениваем поведение человека не в терминах истинности или полезности, а в терминах правильности и ценности, то есть в соответствии социальным нормам и ценностям. Ну, об этом чуточку попозже. Итак, давайте подытожим. Социальные знания, они помогают нам понять смысл окружающего нас мира. Интерпретировать его, а также облегчить нам процесс взаимодействия и коммуникации с другими людьми по поводу различных событий. Идем дальше. Важной структурой для регуляции общества являются социальные институты, или так называемые институты социализации, к которым можно отнести семью, школу, государство, церковь, СМИ, систему права, статуса фиралей. То есть институты социализации, они выступают такими некими трансляторами социального опыта, помогая человеку приобщиться к системе норм и ценностей, знакомя человека с окружающим его социальным миром, регулируя и направляя его поведение. Ну и многие средства регулирования поведения являются внушениями и убеждениями, необходимыми для того, чтобы человек принял социальный порядок, все эти нормы и ценности, поверил и соблюдал их. И институты также управляют и контролируют человеческое поведение, устанавливая предопределенные его образцы, реализующие соответствующие типы поведения. И при этом механизмы социального контроля регулируются системой санкций, то есть системой наказания и поощрения для поддержания как раз-таки всех этих норм и правил. Например, в случае отказа платить за проезд, мне придется оплатить штраф. Если я совершу какое-то правонарушение, то я попаду в тюрьму. Если я поведу себя как-то не так, по мнению большинства, то подвергну социальному астракизму, ну и так далее. И, соответственно, для людей создается такое некое общее правило стараться избегать того, за что наказывают, и стремиться к тому, за что можно получить одобрение. Ну и сейчас мне хотелось бы чуточку поподробнее остановиться на институтах социализации. Для некоторых из них. И я уже говорил, что объективность повседневной реальности, она усиливается в процессе передачи новому поколению. И здесь начинается самое интересное. Так как окружающий мир воспринимается ребенком точно так же ему данной неоспоримой, самоочевидной фактичностью. Соответственно, процесс такого всестороннего и последовательного вхождения индивида в социальный мир, общество или в отдельную его часть, именуемой социализацией, является важным этапом конструирования социального мира. Ну и, конечно же, главенствующая роль в этом процессе отводится самому первому институту, с которым мы сталкиваемся в нашей жизни, это институт семьи. И здесь впервые окружающий ребенком мир предстает для него в отфильтрованном виде, поскольку родители, они транслируют определенную информацию, знания, конструируя таким образом мир ребенка. И ребенок становится тем, кем он является, будучи направляемым другими людьми. И поэтому первое мировое ощущение окружающего его мира носит в известном смысле такой принудительный характер. Через семью в сознании ребенка закладываются первые представления о внешнем, более широком мире, и именно в семье дети приобретают свои первые навыки взаимодействия с другими людьми и осваивают свои первые социальные роли. Ну и социализация происходит также за счет очень такого важного процесса, который называется процесс интериоризации, то есть процесс усвоения жизненного опыта из внешней социальной деятельности, то есть посредством такого выращивания внешних форм поведения во внутренние. И, например, главный механизм по формированию модели поведения у детей это подражание. Ну то есть вы, наверное, видели, что дети всегда во всем повторяют за взрослыми, таким образом они обучаются новым моделям поведения. Другой очень такой захватывающий пример это эгоцентрическая речь, то есть речь ребенка, обращенная к самому себе, которая позволяет ему регулировать и контролировать свою практическую деятельность. Ну вот давайте рассмотрим с вами такой экспериментальный пример, когда при свободном рисовании в ситуации затруднения ребенок пытается осмыслить положение дела с помощью речи. И вот он говорит, где карандаш? Мне нужен синий карандаш, а его нету. Ничего, я вместо этого нарисую красным, смочу водой, это потемнеет и будет как синее. То есть таким вот образом рассуждает ребенок. И причем вот в возрасте примерно от 3 до 5 лет они начинают очень много говорить, они вообще говорят все, что они делают, все, что они видят. То есть причем они это все говорят вслух, как будто никому не обращаясь. И в частности задают вопросы, не получая на них ответы и нисколько этим не беспокоясь. И затем, примерно к концу дошкольного возраста, ребенок внезапно замолкает. И происходит очень необразимый процесс, то есть та самая внешняя речь переходит во внутреннюю, становясь средством мышления. Это офигеть как круто. Ну я, кстати говоря, тоже придерживаюсь такой позиции, что с эволюционной точки зрения язык как люльт нам нужен не для того, чтобы общаться и не для того, чтобы разговаривать, а как раз таки для того, чтобы думать и использовать его как средство мышления. Итак, давайте немножко возвращаемся обратно. Так как социальный порядок и социокультурные знания передаются детям через вторые руки, то требуются также и особые способы их объяснения, оправдания, то есть так называемая легитимация. То есть детей следует научить себя, направляя их в ролевое русло, и однажды научившись, они должны придерживаться этой линии поведения, ну и то же самое касается, конечно же, и взрослых. И чем более поведение институализировано, тем более предсказуемым и контролируемым оно становится. И в сумме подобная легитимация представляет собой все то, что каждый из нас знает о социальном мире. Это совокупность правил поведения, социальных ролей, моральных принципов и предписаний, пословицы поговорок, обычаев и традиций, ценностей и верований. То есть весь этот вообще массив знаний, передаваемый по наследству и приобретаемый в процессе социализации, определяет сферу поведения человека и включенных в нее различных ситуаций. Так, ну окей, что дальше? А дальше закрепление вот этих индивидуальных норм и ценностей, формирование определенного отношения к миру, означает, что у человека появляется своя внутренняя мерка для оценки своего поведения и поведения других людей. Он в меньшей степени начинает зависеть от мнений и оценок окружающих, сам выбирает ценностно допустимые цели и соответствующие нормам ценности поведения, то есть становится такой социально зрелой и самостоятельной личностью. И таким образом социализация позволяет включить человека в наш мир, социальный мир, ну и это мир такой вот повседневной реальности, мир политики, права, соглашений, договоренностей, традиций, языка, когда люди согласны в том, какой способ социального поведения есть норма, а какое запретное отклонение. Что есть ценность, общественное благо, а что является злом. Однако здесь тоже такая небольшая тонкая грань. Например, такой институт, как СМИ, он зачастую манипулирует подобными механизмами, ведь вообще одна из особенностей воздействия СМИ на человека и на массы людей заключается в том, что транслируемая информация является всегда организованной, структурированной, прошедшей отбор. То есть человек в результате получает уже отфильтрованную информацию, такое некое готовое представление какого-либо социального явления, что естественно же искажает реальную картину общества. Ну и соответственно это вообще заставляет задуматься относительно того, насколько в современном обществе человек в состоянии сам сформировать свое собственное представление о мире и поставить вопрос о том, в каком же действительности в мире мы живем. Нами познанным или предложенным нами средствами массовой информации. Ну и подводя итог, так скажем, своего сегодняшнего выступления, я на самом деле не хочу, чтобы у вас сформировалось какое-то такое негативное предубеждение насчет социальной системы, хорошо это или плохо. Вообще общество, они бы приходили в упадок, если бы не существовало возможности объединять людей, объединять людей интересами, если бы не было тех идей и ценностей, в которые мы с вами верим и которые объединяют нас общей пристрастностью и передаются из поколения в поколение. И поэтому те значения, которые мы приписываем своим институтам, те образы, которыми мы деляем себя и повседневную реальность, являются необходимой частью для нашего с вами существования. И вообще тот месседж, наверное, который я хочу до вас сегодня довести, такая вот небольшая цель моего выступления, чтобы вы тоже об этом так на досуге призадумались, показать вообще, ну, насколько этот процесс поразителен. Ведь, по сути, с помощью социального порядка человек научился направлять и регулировать свое собственное поведение, так сказать, извне владевая собой и при этом являясь продуктом этого же самого общества. То есть мы, так скажем, рождаемся, социализируемся, становимся зрелой личностью. Затем, когда у нас появляются свои дети, круг замыкается. Такой вот интересный феномен. Ну и вообще после моего сегодняшнего выступления я хочу, чтобы вы немножко задумались о своих ценностях, о ценностях и вообще, какое влияние вы оказываете на общество. Ведь, по сути, мы с вами, так скажем, являемся такими небольшими шестеренками большой системы, от которых как раз таки и зависит слаженность этой системы. Итак, всем спасибо за внимание, буду рад ответить на вопросы и напоследок такая вот вам ободряющая цитаточка. Если тебе хватило мозгов понять, что твоя система ценностей навязана тебе твоим социальным окружением, это не значит, что тебе хватит мозгов построить свою систему ценностей. Всем спасибо!